КОНВЕЙЕР Именно так и случилось с Том Брейдер. Crystal Dynamics решила начать историю расхитительницы гробниц с чистого листа и поведать, как Лара Крофты с хрупкой девушкой превратилась в очаровательную, но брутальную супербабу, рвущую пасте тиграм. Во время рекламной кампании авторы преподносили свой детищ как напряженный симулятор выживания, драматичный и суровый. Удался ли перезапуск? Сейчас узнаете. Если вы вдруг ждали от игры невероятных сюжетов, можете расслабиться, их здесь нет. Завязка проста. В поисках археологических открытий Лара Крофт путешествует по Тихому океану на корабле Endurance. Ничем хорошим это, кто бы сомневался, не заканчивается. Посудина терпит крушение возле таинственного острова. Именно там несчастную девушку и других членов экспедиции ожидают невзгоды, лишения, неведомая антинаучная фигня, оголтелые культисты и прочие атрибуты приключенческих историй. В отличие от фильмов об Индиане Джонсе и серии Uncharted, к сравнению с которой мы еще вернемся, в новый Том Брейдер нет атмосферы приятного полного юмора приключения. Авторы постарались напустить побольше драматизма и заставить нас изо всех сил сопереживать героине. Лара постоянно оказывается в экстремальных ситуациях. То угодит в капкан в окружении стаи волков, то со слезами на глазах потрошит убитого оленя, чтобы утолить голод, а уж падает отовсюду вообще за милую душу. В такие моменты камера выбирает самые эффектные ракурсы, а мисс Крофт в исполнении актрисы Камилы Ладдингтон убедительно стонет, визжит и жалуется на свою судьбинушку. До определенного момента злоключения девушки действительно могут тронуть самых впечатлительных игроков. Определенный момент, правда, наступает довольно скоро, когда начинаешь осознавать, что никакого симулятора выживания не будет. Разработчики посмотрели на прямого конкурента серии в лице Uncharted и практически клонировали популярный PS3-эксклюзив. Полностью открытый для исследования остров, внимательный поиск припасов и хардкор? Даже не надеетесь. Да, в уже пройденные локации можно возвращаться, чтобы найти недоступные ранее тайники и заглянуть в дополнительные пещеры и бункеры, где вам предложат решить несложные загадки для особо одаренных. Но если вы не хотите заработать все ачивки мира и собрать гору коллекционного барахла, мотивации заниматься этим нет никакой. В остальном, как и приключения Нейтана Дрейка, Том Брейдер на 90% состоит из перестрелок и акробатических этюдов. В последних от игрока требуется лишь следовать по намеченному авторами маршруту, иногда используя кирку и веревочные стрелы. Развлечение не хитрое, но линейность Crystal Dynamics компенсирует отличной постановкой. Ненадежные выступы и ржавые конструкции разваливаются под весом Лары, а в итоге все попытки без шума и пыли добраться до цели с треском проваливаются. Кремят взрывы, земля уходит из-под ног и начинается чуть ли не локальный апокалипсис. Порой просто дух захватывает. Увы, когда на сцену выходят злые аборигены, вооруженные до зубов, игра превращается в обыкновенный шутер, а верить в происходящее перестаешь окончательно. Героиня внезапно забывает о том, что она всего лишь человек, и ловит одну пулю за другой, регенерируя не хуже Росомахи из Людей Икс. Укрытие, перекаты, не отличающиеся умом и сообразительностью враги — не то чтобы все совсем плохо, но и хвалить не за что. Патронов для пистолета, дробовика и автомата хватит даже самым косым стрелкам, а модный лук используется в основном в редких стелс-эпизодах, когда Ларри позволяют убить пару-тройку балбесов скрытно, прежде чем на нее обрушится новая порция пушечного мяса. Расхитительница гробниц настолько крута, что небрежно прикрученная к игре прокачка попросту не нужна. Из внушительного списка навыков действительно полезны единицы. Также на уровнях можно находить всякий хлам для модернизации оружия, но все это лишь немного облегчает и без того не слишком тяжелую жизнь. Если сочувствовать главной героине не хочется после очередной бойни, то другие члены экспедиции с самого начала не вызывают никаких эмоций. Они почти все время где-то за кадром, томятся в плену, имитируют бурную деятельность в лагере или вообще гуляют сами по себе. Характеры товарищей по несчастью едва обозначены в паре роликов, а запомнить их имена удается далеко не сразу, больно уж они бесполезные. Разве что наставник Лары не раздражает одним лишь фактом своего существования, но этого, согласитесь, мало. Напоследок упомянем и мультиплеер. Да, только упомянем, потому что на момент создания видеообзора сервера пустуют в ожидании игроков. Впрочем, уже сейчас с сетевым довеском все ясно. Пачка классических режимов, прокачка и незамысловатый процесс. Если совсем не во что поиграть, то попробовать можно, но не нужно. Подробнее читайте в текстовом обзоре. Несмотря на некоторые критичные недостатки, новая Tomb Raider — это скорее успех, чем провал. Вау-моменты здесь случаются регулярно, перестрелки не успевают, но доезды и дизайнеры уровней потрудились на славу. Пейзажи в игре один краше другого и, на удивление, разнообразны. Проблема в том, что Crystal Dynamics все-таки не превзошла Naughty Dog и совсем никудышно реализовала собственные идеи. Тем не менее, разработчики подарили нам яркое и динамичное приключение. А уж если вы всегда мечтали увидеть Uncharted на своем ПК, вряд ли разочаруетесь. Тем же, кто грезит в драматичном симуляторе выживания, остается лишь считать дни до выхода The Last of Us. Только вот беда, это тоже эксклюзив для PlayStation 3.